всем привет в этом эфире я вам расскажу о правилах поведения в социальных сетях это не какие-то технические правила типа там отвечать на комментарии или писать цену под постами и так далее а более такие глобальные правила которые нужно понимать для того чтобы максимально эффективно использовать соцсети в своих целях но для начала расскажу немного о себе привет всем кто присоединяется меня зовут лилия бойко я тренер по инстаграму в медиашколе телеканала один плюс один также у меня есть как свой лайфстайл блог бойко лили но здесь я выступаю от имени своей инста школы блогер-мейкер который вот уже два года там у меня море просто полезных постов бесплатно по инстаграмм и прямые эфиры и разные в stories я провожу рубрики типа разбора профилей голосование викторин идеи stories показываю как могут взламывать профили и как его защитить в общем там просто кладезь полезной информации для тех кто либо сам развивает свой блог или там блок своего магазина страницу или работает как smm а также у меня есть курсы smm википедия где в течение двух месяцев мы плотно с вами работаем там 8 модулей и вот после этого вы сможете освоить профессию smm менеджера и начать зарабатывать от 750 долларов в месяц эту цифру я взяла не от фонаря это реально посчитала посмотрела вакансии сколько платят от скольки платят заведение одного профиля я считаю человек самостоятельно прям вот руками может вести где-то три профиля спокойно и поэтому вот от 750 и кстати 2 ноября уже через две недели стартует третий поток моего курса так что приглашаю вас туда присоединиться кто хочет прям вот выжать из инстаграм максимум и освоить его максимально быстро и эффективно и с моей поддержкой кстати после курса я не оставляю на произволяще своих учеников а аж до года поддерживаю не только в чате а и в еженедельных созвонах так что это прям очень качественное обучение я считаю что мой курс самый качественный в украине и самый такой знаете основоположный не просто по верхам пройтись и замотивировать а реально даю четкие инструменты так вот еще у меня есть свое smm агентство так что я именно smm-чик практик и часто также как эксперты меня приглашают на телевидение на разные каналы там давать интервью вот после сбоя instagram две недели назад за ту неделю у меня было три эфира и в тсн на 1.5 ну короче я это все выкладываю тоже в профиле так что подписывайтесь на блогер мейкер и кстати за подписку я дарю гайд по визуалу профиля это не просто на одну страничку там прям 30 чем-то страниц информации полезной и прикладной и там и приложение для обработки фото видео в инстаграме как гармонично ленту создавать сочетать короче можете написать мне в директ я вам скину этот гайд если вы его еще не получили итак переходим непосредственно к теме эфира теперь правила поведения в инстаграм смотрите первое правило я вообще выделила три правила которых я сегодня быстренько поговорю первое это то что в инстаграм нужно строить отношения а не продавать естественно у каждого из вас есть какой-то продукт или услуга которую вы продвигаете как бы через инстаграм да потому что понятно что сейчас это уже полноценная платформа для ведения бизнеса и у меня тоже есть курс и свои основные услуги которые я продвигаю через тот же блогер мейкер свой но ведение социальной социальных сетей для бизнеса отличается от сайта или интернет-магазина потому что социальные сети прежде всего предполагают под собой вот это вот социальность это общение люди приходят в социальные сети не покупать изначально как тот же интернет-магазин или там на сайт бренда да а выстраивать отношения общаться развиваться там вдохновляться да вот у нас на русскоязычном пространстве люди любят читать если там за границей просто это больше там инстаграм для вдохновения как пинтерс например да там принято красивые фоточки выкладывать и там минимум текста обычно то у нас прямо важно и фотографии качественный визуал и контентный пост потому что многие идут вот как вы допустим сюда пришли на марафон за обучением да за развитием и этого тоже важно и но но чаще всего больше охвата набирает набирает развлекательный именно контент как и на ютюбе впрочем какие-то пранки вот сейчас дил с какие-то там приколы чем образовательные и это тоже нужно учитывать поэтому вашем контенте должно быть минимум вот такого типа купи в лоб то минимум продающих постов и в принципе такого понятия как продающий пост уже нету это должен быть в формате инфотеймента пост когда вы информацию совмещаете с развлечением и даете информацию где-то в конце только подписываете там что кстати вот можете сейчас купить там что-то по скидке или там с каким-то бонусом потому что если вы сразу в лоб начнете продавать люди просто пролистывают и эту же идею нужно держать в голове когда при выстраивании контент-плана потому что вот ваш блог должен давать максимум людям информации и настолько выстроить доверительные отношения вы должны отдавать больше чем 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 планируете получить то есть вот допустим на примере того же блогер мейкера до моей инста школы у меня там через день полезные посты то есть там я чередую пост текстовый с видео там каждый день stories и я в них не просто продаю там свой курс до отдаю очень много информации безвозмездно и в принципе я там даже мне кажется больше информации чем большинстве платных курсов потому что я естественно чтобы изучить рынок проходила очень много курсов сама по смм и училась там не только на англоязычных у англоязычных тренеров и в америке просто вживую была на конференции по социальным сетям и в общем я пытаюсь максимально отдать и тогда люди видят что если вы бесплатно даете столько ценной информации то что же у вас тогда в платном курсе ваших про платных продуктах да поэтому вот важно выстроить вот эти вот отношения с подписчиками настолько чтобы они сами уже спрашивали а как можно у вас что-то купить а что у вас продается и вот когда это вот один из но естественно это через там правильные прогрева и титалии кстати будет моим следующим курсом как выстроить прогрева правильно и вот один из показателей когда аудитория готова что-то покупать уже когда она сама изъявляет желание то есть там в директе спрашивает а там где можно узнать побольше а если вас там что-то платное да и вот это как такой звоночек что значит пора уже записывать какие-то платные продукты вот но в общем например давайте сравним там магазин ну например очков да если у вас там интернет-магазин очков где вы просто для того чтобы продать очки нужно их качественно сфотографировать там написать какие-то характеристики описания то в instagram недостаточно будет просто выкладывать фото очков с теми же ценами но цены обязательно кстати нужно подписывать и ну там и описанием продукты как делают многие здесь важно показать процесс изготовления очков кто стоит за брендом кто из знаменистостей например носит такие очки или там советы стилиста какие очки сейчас моде какие будут в тренде в следующем году там отзывы естественно покупателей как вы пришли к этому делу там основатель да допустим почему именно очки откуда вы поставляете очки то есть максимум за кулисе показать то есть настолько чтобы аудитория пронялась всем этим процессом что им реально захотелось бы эти очки я каждую среду кстати блогермейкере в stories провожу разборы профилей ну кто успеет там записаться и я очень часто вижу то что вот ну много страниц профилей бизнес ко мне записывается и они одинаковые вот у них ну они не знают своих конкурентных преимуществ и вот в шапке профиля должно быть написано то что отличает вас от конкурентов не просто там бесплатная доставка вот там с какие-то гривен там наложенный платеж отправка по всей украине да это как бы само собой разумеется нужно написать что здесь есть такого чего нет у других вот и когда вы можете выбирать там даже покупателя месяца допустим знаете как в супермаркетах висят фотографии там кассир месяца или почему бы не сделать вот такого покупателя месяца и вот это вот красные такие креативные штучки ну и плюс такой формат блога то есть даже есть у вас бизнес-профиль вы все равно должны быть в каком-то ну даже не в каком-то размере вы должны быть блогером показывать вот максимально как это все формируется для того чтобы опять же выстроить отношения с подписчиками для того чтобы они впоследствии захотели захотели у вас что-то купить так у меня здесь есть маленький конспектик сейчас я проверю все ли вам сказала и перейдем ко второму правилу если у вас по ходу возникают вопросы можете кстати их тоже задавать я пока не сидит не очень слежу за чатом но потом в конце посмотрю и на все конечно же отвечу так да ну вот по сути еще как один пример классно выстроенных отношений с покупателями когда они уже становятся такими амбассадорами бренда когда рассказывают о ваших продуктах даже когда вы их не просите это допустим как вот бренд apple до выстроил сейчас уже люди покупают их технику там айфоны новые несмотря на то что там добавились там какие-то технические характеристики улучшились на самом деле в новом айфоне или там примерно тоже им просто нравится быть в этом сообществе и они просто хотят поддерживать бренд и ну и покупают у него уже можно сказать на автомате любые новые продукты есть настолько ценители которые скупают просто каждый новый продукт который apple выпускает вот поэтому вот нужно стремиться к такому не писать постоянно там купи 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 в лоб продавать а настолько вот это такая грань мягкая между ну как бы продажей и выстраивание отношений но нужно как бы впоследствии и предлагать товар но больше ну процентов 70 чтобы у вас было пользы в вашем блоге иначе на вас просто ну может подпишутся но сразу отпишутся если вы его так вот в лоб начнете продавать следующее правило это заводить экспертный блок а не лайфстайл вот опять же на тех же разборах профилей я часто вижу там как-то мама самого лучшего сына или мама двух детей счастливая жена и мать ну и так далее лайфстайл блоги которые работали ну лет семь назад когда я допустим начинала 2014 году я вообще с ютюба изначально начинала блог ну до этого у меня еще был письменные блоки вконтакте ну длинная история но суть в том что но хотя в ютюбе у меня тоже была тема я как и многие начала после родов но я не просто рассказывал там воспитание у меня много трэша случилось в плане своей фигуры там расхождение разных мышц костей и всего чего только можно мне нужно было там лежать два месяца на спине в бандаже ну короче и я начала вот первый год я рассказывала о восстановлении после рота все равно у меня была определенная тема и ну хотя в то же время там instagram только зарождался на русскоязычном пространстве и в украине в том числе и и тогда вот топовые блогеры которые сейчас топ и они начали вести где-то там в пятнадцатом шестнадцатом году instagram у меня он тогда был чисто как репост из ютюба только тогда не было stories не было видео постов даже и вот тогда из-за того что просто было мало конкуренции тогда лайфстайл блоги в принципе развивались то есть можно было просто показывая свою обычную жизнь там жизнь обычной мамы ну естественно если ты там постоянно снимаешь пишешь тоже какую-то пользу они просто какие-то да просто репосты там вот у меня вышло новое видео на ютюбе дите смотрите вот тогда можно было набрать на этом аудиторию но сейчас настолько но уже каждая третья мама мне кажется ведет блог аля мама блог в инстаграме и но мне не интересно подписываться на там какую-то настю у которой жизнь в принципе такая же как у меня есть я ее не знаю понятное дело я подписана там на каких-то своих знакомых плюс на топовых блогеров потому что у них уже ну в принципе они там много интересного рекламируют и так далее но на новую ва лайфстайл блогером я ну очень вряд ли подпишусь если он не какой-то фрик который очень сильно отличается чем-то или допустим ну вот мама блоги travel блоги это уже такая за я заезженная тема но travel например если вы там путешествуете каждый месяц какие-то экзотичные страны типа там новой зеландии исландии австралии там какой-то мадагаскара возможно мне будет интересно но если вы путешествуете там раз в три месяца ну как вы вроде как часто но но таким там европейским странам то так тоже делает уже много людей это тоже уже не интересно к чему я это все веду не просто чтобы всех раскритиковать а к тому что сейчас лучше начинать не лайфстайл блог а узкий экспертный блог то есть вам нужно выделить ну кто еще не определился да с тем с тематикой ваша экспертность у каждого человека есть какая-то тема в которой он знает больше остальных это не значит что вы должны знать там сто процентов информации в этой сфере ну так наверно никто не знает но если вы знаете там на 20 процентов больше чем остальные то вы уже можете им об этом рассказывать им будет полезно и в со временем вы будете развиваться больше узнавать эта тема должна быть в которой вам будет интересно узнавать больше самому интересно да и ну то же самое вы больше узнаете и они больше узнают и каждый раз вы можете давать все новое и новое вот в моей по моему опыту люди делятся на два типажа одним кажется что они настолько у них много интересов они хотят это это им сложно выбрать просто тему о которой вещать блоге это вот как я например или наверное большинство те кто ну как активно ведут instagram а есть те кто кому сложно вообще кажется что ничего не знают и типа нечего рассказать но в любом случае для тех и для других у меня есть гайд где есть список вопросов или даже есть пост кстати называется узкий эксперт блогер мейкере где ну большинство тех же вопросов есть где ответив на которые вы сможете определить нишу в которой сможете вести блог и вот вести узкая блог профиль в узкой нише не только выгоднее в плане проще продвигать потому что ну потому что на вас будут лучше подписываться те кому эта тема интересна поэтому это как бы меньше целевая аудитория но при этом эта аудитория будет более заинтересована то есть вы сможете впоследствии продавать какие-то свои инфопродукты и дешевле будет но помимо того что проще развивать проще привлечь аудиторию еще и дешевле потому что ну когда допустим там какой-то блогер вот я планирую переехать иммигрировать в канаду и я подписана на блогеров которые тоже которые рассказывают о канаде которые там живут и мне интереснее будет подписаться на там ту же каком мы говорили настю которая рассказывает о канаде чем просто на настю которая рассказывает о своей жизни и второй плюс ведения лайфстайл экспертного блога это то что его монетизация то есть заработок с него не зависит от факторов которые на которые вы не можете повлиять то есть когда вы развиваете лайфстайл блог вам нужно ну во первых дольше нужно развивать его в плане нужно набрать больше подписчиков чтобы к вам начинали поступать рекламные предложения например это ну где-то тысяч от тридцати только на вас начинают обращать внимание бренды то сначала это бартер и пока вы дорастете до того чтобы реально зарабатывать на блоге пройдет много времени если вы там участвуете в гивах и да есть гивы где там за две недели вам 50 тысяч упадет но это будут мертвые аккаунты которые ну либо нужно на гивы подсесть как на иглу прям постоянно в них участвовать чтобы была активность блоге иначе если раз и все то во первых 70 процентов потом отпишется с гивов а во-вторых они не будут смотреть посты не будут stories смотреть участвовать реагировать а для рекламодателей важна статистика поэтому гивы как бы не вариант вот а в экспертном блоге вы ни от кого не зависите вы можете создать какой-то инфопродукт небольшой там чек-лист гайд там курс и начать продавать его уже на аудиторию там тысячу человек когда допустим я начала продавать свой курс с мм википедия у меня было две тысячи человек блогер мейкере из этих двух тысяч у меня были и клиенты по smm которые в агентстве я веду и то есть я никогда не искала работу там где-то на сайтах вакансий так далее я просто развивала блоки отсюда получала и клиентов и до сих пор получаю и учеников на свой курс вот поэтому даже там с тысячей с двумя тысячами подписчиков вполне можно зарабатывать когда меня спрашивают сколько нужно набрать подписчиков прежде чем там что-то начать продавать то ну по сути есть у вас блок экспертный если вы действительно шарите и даете много пользы и бесплатно да то уже там с тысячи подписчиков можно начинать предлагать какие-то платные услуги или продукты так это касательно экспертного блога я надеюсь я всех убедила кто думал например там начинать лайфстайл или и кстати если вы смм-щик то очень важно еще вести свой блог личный об смм вот как я допустим делаю на блогер мейкере потому что ваш ваши заказчики всегда будут смотреть на ваш блог как вы ведете свой инстаграм и это будет вашей визиткой то есть вот сапожник без сапог в смм как бы не работает я вообще считаю что но в любой сфере если вы работаете важно вести свой инстаграм качественно потому что это опять же как бы показатель если раньше был показателем сайт показателем серьезности компании да то сейчас это уже социальные сети вот поэтому в любом в любой сфере важно иметь классно оформленные социальные сети но в смм тем более когда там ко мне в агентство приходят когда я открываю вакансии приходят менеджеры на позицию там смм-менеджер и у них нет своего инстаграма или они там его левая пятка ведут то но у меня появляются вопросы человек не может как бы если человек умеет и постоянно делает классный визуал там посты пишет для заказчика своих для своих клиентов то он свой личный блог ну просто не может туда залить уже там какие-то некачественные сэлфи сделанные против света с вот такими пикселями ну и так далее это как бы ну это такого просто не может быть так это касательно было лайфстайл блога то есть почему важнее лучше вести экспертный блокчейн лайфстайл и 3 3 правило которое в принципе я уже немножко зацепила в предыдущем это то что сейчас в инстаграм важно не количество а качество поэтому не стоит гнаться за цифрой в подписчиков если вы ведете экспертный блок потому что но цифра цифра ничего не значит если это там подписчики которые пришли например сгибов где подпишутся просто призоловы которым нужна халява можно сказать им неинтересно то о чем вы вещаете они просто хотят получить приз вот лучше вкладывать в таргет в рекламу блогера вот можно через такие же марафоны продвигаться если в вашей тематике именно да то есть вот я веду блог по smm я участвую как эксперт в марафоне по smm где предположительно собрана аудитория которая интересуется smm да поэтому вероятность того что ну да вам нужно подписаться на меня для того чтобы участвовать в этом марафоне но как бы вероятность того что вы отпишетесь после окончания марафона намного меньше чем если бы вы подписались там на меня сгива да потому что вам в принципе тема с вами интересный так как у меня классный блок по smm то вы скорее всего продолжите за мной следить и после окончания этого марафона и там впоследствии возможно купите какие-то мои платные продукты вот поэтому сейчас уже хоть я и сотрудничаю с многими брендами которые все еще в плане лайфстайл блогеров смотрят на цифру и например там блогеров типа до 50 к вообще не считают блогерами хотя на самом деле охваты постов могут быть у блогеров там 150 к такой же какие у блогера 50 к но как бы некоторые привыкли все еще к цифре но вот что сейчас в трендах 22 года и о чем говорят иностранные иностранные маркетологи в социальных сетях это то что сейчас даже бренды уже переходят на микро инфлюенсеров на сотрудничество с микро блогерами потому что ну важно именно лояльность подписчиков как бы но опять же не количество подписчиков а качество и не может быть в блоге там миллионном блоге супер лояльной аудитории потому что чем больше количество аудитории тем меньше но это называется вовлеченность на охват engagement rate вовлеченность на охват меньше то есть если допустим блог там с 1000 подписчиков у него вовлеченность там 30 процентов то блок с миллионом подписчиков не будет у него 30 процентов у него будет ну там максимум 5 процентов вовлеченность ну так просто это работать потому что там когда блог 1000 подписчиков на него подписаны там знакомые те кто лично знает автора блога естественно они больше реагируют на посты там лайкать и так далее а в миллионном профиле подписаны все подряд но очень много которые часто подписались и вообще забыли вот поэтому особенно если вы ведете экспертный блог вам не нужны вот и миллионы для заработка и используйте пожалуйста только белые методы продвижения то есть официально признанные инстаграмом никаких там накруток масс-фолловингов масс-лайкингов ги вам этого боже упаси если вы развиваете экспертный блог иначе вы просто обрушите всю статистику и сделаете сами себе медвежью услугу вот белые методы какие вот я считаю сейчас реально работают это ну таргетированная реклама от инстаграм естественно она правда самая дорогая но как бы майма шумайма реклама у блогеров но опять же блогеров именно тех у кого целевая аудитория с вашей совпадает то есть это не просто должен быть какой-то ну допустим если вы ведете блог по smm то это в идеале должен быть какой-то бизнес блогер или там владелец смм агентства или там маркетолог да они просто там travel блогер или мама блогер ну я думаю это логично и третий способ это вот сейчас я считаю очень прикольно участвовать вот в марафонах типа такого как в каком вы участвуете но опять же если вы там смм-чик то вы выбираете марафоны по смм если вы психолог то вы выбираете марафоны по психологии да если вы там не знаю тренер фитнес-тренер вы выбираете марафоны по похудению а если по вашей тематике марафонов нету то вы берете сами организовываете привлекаете других экспертов и получаете взаимопиар и еще и зарабатываете на организации такого марафона вот поэтому подытожим есть я считаю важно следовать трем правилам поведения в instagram прежде чем вот вы перейдете ну понимать эти правила да для себя прежде чем вы перейдете к оформлению профиля продвижению это во-первых строить здесь взаимовыгодные отношения а не продавать в лоб то что вам нужно продать во вторых это вести экспертный блог а не lifestyle потому что в эксперт нам намного больше выгод и сейчас это актуальнее и проще развивать и третье это не гнаться за количеством подписчиков а следить за их качеством лучше меньше но более платежеспособной аудитории более целевой которая будет заинтересована но впоследствии в покупке ваших продуктов потому что я думаю все из всей и все мы ведем instagram не просто ради там того чтобы его вести да а для того чтобы продвигать свои товары услуги потому что здесь сосредоточена сейчас аудитория которая платежеспособная и через instagram это как инструмент продаж и очень сильный инструмент сейчас вот так что надеюсь вам было интересно сегодня так сейчас смотрю вопросы вроде пока не было но в любом случае вы вопросы можете задавать мне в блогер-мейкер я веду его сама то есть есть помощники но я в директ отвечаю сама на коменты отвечаю сама поэтому буду рада с вами пообщаться и напомню что 2 ноября у меня стартует курс и сама википедия где мы прям по полочкам очень четко раскладываем что зачем как освоить инстаграм у нас первая первая часть курса первые четыре модуля идут по оформлению профиля и следующие четыре по продвижению плюс потому как найти клиентов и ну точнее даже не найти а вот как создать такую систему как у меня допустим когда вы просто классно ведете свою страницу и ваши клиенты находят вас сами и в таком случае вам даже не нужно их знаете уговаривать там доказывать почему с вами сотрудничать лучше они просто сразу хотят работать вот именно с вами это очень классная система так что жду вас блогер-мейкере завтра кстати я планирую сделать презентацию следующего потока курса где расскажу дам плюшки для тех кто купит первым так вот вижу вопрос как лучше вести страницу для косметолога бьюти мастеру как часто выкладывать посты но смотрите мы для ну я и в своем блогер-мейкере и в целом для своих клиентов выкладываю по три поста в неделю можно даже два поста иначе просто если каждый день будете выкладывать пост они не будут успевать набирать охват то есть как бы люди еще не успели прочитать этот пост а вы уже раз перебили следующим не еще тот не успели а уже следующим то есть когда вы публикуете следующий пост как бы предыдущий он как замедляется в продвижении потому что его уже перекрыл следующий вот так что чаще трех постов в неделю я бы не делала обычно мы делаем поддельник среда пятница или вторник четверг суббота можно даже два поста и вообще сейчас кстати инстаграм движется в сторону в сторону видео я думаю вы уже слышали да еще одно серия в начале это глава instagram еще в начале июля сказал что это уже не фото сеть instagram теперь не будет фото сетью это уже но не назвал прям видео сети но судя по тому сколько они обновлений вводят видео новых форматов этой рилс кстати у меня есть инструкция как его подключить кто еще не не активизировал рилс через stories возможно вы знаете через маску так вот рилс а также сейчас вот новый уже переключается на некоторых аккаунтах новый формат инстаграм видео называется вместо айджи тиви у него там превью будет минута вместо 15 секунд в ленте можно будет обрезать видео прямо здесь ну короче я к тому что помимо обычных постов вы можете уменьшить количество обычных постов допустим два дня два раза в неделю посты текстовые а раз в неделю видео или там раз в неделю прямой эфир провести или раз в неделю там рилс один раз эфир один раз текстовый пост то есть вот текста но все меньше будет и все больше видео и рилс кстати набирают охват ну у меня по крайней мере в блогер мейкере часто больше чем обычные посты так ну это насчет как часто выкладывать постов от косметологу ответ насчет вообще как лучше вести страницу для косметолога бьюти мастера ну вот тоже самое как и рассказывал то есть вам нужно обучать людей ну если косметолог то это бьюти процедура на дому как там ухаживать за своей кожей например то есть как бы по сути это сделать такой экспертный блок по косметологии где вы будете делиться какими-то косметическими новинками там уходом за собой бла-бла а тут там раз в неделю там раз а кстати а у меня в салоне можете сделать еще вот такую аппаратную процедуру дома вы ее никак не сделаете или там вот вот так вот вы можете ухаживать за собой а кстати вот эти средства продаются у меня в профиле то есть как бы интегрировать свои продукты в вот такой экспертный блок так еще тут написали спасибо за лекции очень интересно мне приятно пожалуйста вы сказали что про масс фолловинг какие могут быть последствия если будет бан то можно ли как-то решить проблему смотрите масс фолловинг ну во первых это в принципе уже такой очень устаревший метод для тех кто не знает что это такое это когда ну как бы через определенный сервис сторонний от имени вашего профиля подписывались на много других профилей как бы в надежде что люди у которых не так много подписчиков увидят в уведомлениях что вот на него подписался там например какой-то блок косметолога и заинтересуется почему он подписался потому что это кто-то мой знакомый зайдут и типа как подпишутся в ответ но сейчас уже мне кажется даже ну как бы люди которые далеки от продвижения в инстаграме знают что такое масс фолловинг и там макс лайкинг когда вас лайкают какие-то левые аккаунты которые на вас даже не подписаны вот поэтому но многие это уже палят и вряд ли подпишутся в ответ то есть как бы эффективность этого метода в принципе она очень низкая и второе даже более важное почему я не рекомендую использовать вот масс фолловинг масс лайкинг потому что это вы делаете не вручную а вы даете ну то есть регистрируйтесь логинитесь через инстаграм как бы в других сервисах там в третьих сервисах для там масс фолловинга масс лайкинга и для того чтобы они от имени вашего профиля делали эти действия им нужно дать пароль от вашего профиля и ну вообще как кому-либо давать пароль вот у меня есть целая подборка вечер стоит взломен сты сейчас как раз она на первом месте я ее выкинула потому что в stories недавно рассказывала о новом разводе но в общем могут быть нет никакой гарантии что вы не попадете на сервис который просто выуживает таким образом пароли от профилей и они где-то там останутся у них и ну и они там смогут украсть просто ваш профиль поэтому я вообще против того чтобы давать кому-либо пароль от профиля вы даже кстати с мальчиком есть но есть у вас с мальчик вы можете если вы с ним территориально рядом живете можете просто встретиться и на его телефоне ввести пароль от вашего профиля чтобы тот человек даже не знал пароль и и не смог его поменять потому что чтобы сменить пароль нужно там ввести старый а потом уже новый вот но давайте тем более каким-то сервисом ну и и и это как бы уже не эффективный метод продвижения поэтому лучше лучше от греха подальше не избегать где можно посмотреть как подключить рилз у меня в рилз есть эта инструкция но если у вас нету рилз вы не увидите этой вкладочки давайте я вот в блогермейкере сейчас закончу эфир я репостну этот рилз и вы в stories сможете как бы в stories его увидите и перейдете посмотрите это делается через маску в stories у меня тоже официальный рилз еще не подключен но тем не менее я снимаю их и вот таким образом включила а дальше второй второй раз уже там проще бы прям через первый свой рилз дальше хэдмейкер вяжу на замовлене монет репостов тыждань дуже мало ну смотрите как бы я не истина в последней станции да то есть вы можете хоть там 10 просто в день делать я рассказываю на своем опыте как я вижу что ну как вы можете вообще проверить смотрите instagram есть в статистике есть охват за неделю то есть это количество профилей охваченных за неделю как уникальных профилей и вы можете провести просто эксперимент вы можете выставить там столько просто как вы сейчас выставляете посмотреть сейчас какой у вас охват в неделю ну там пускай я не знаю сколько вас там подписчиков но пускай у вас там 4000 охват недельный охват вашей из ваших постов вашей страницы в целом и вы можете попробовать выставить там по посту в день то есть получится у вас там 7 поста да и посмотрите если недельный охват увеличился тогда вам есть смысл выкладывать больше поста допустим если там три поста то есть давайте смотреть если 7 поста в неделю у вас допустим охват ну там 7000 да и вы попробуйте выложить три поста если у вас три поста будет там 3000 охват то ну тогда конечно лучше 7 раз в неделю выставлять а если у вас и три поста могут набирать те же самые 7000 охвата или там три поста 6000 охвата а 7 постов 7000 ну типа небольшая разница а ну намного больше усилий затраченных вот то есть просто проэкспериментируйте посмотрите как какое количество постов какой недельный охват приносит ну и сопоставьте эти цифры но и опять же если вы выставляете просто каждое новое изделие которое вы связали вы выставляете в пост то но это вот опять же больше похоже на такой интернет-магазин то что я рассказывала в первом правиле вы можете связанные изделия есть у вас прям их очень много выставлять в stories и сохранять в вечные stories как примеры работ а в постах ну выставлять самые красивые например изделия и плюс рассказывать чтобы это не было просто фоткой как бы без текста особо и там сценой да а рассказывать больше о самом вот этом визуальном искусстве с каких ниток вы это делаете как вы начали это делать я у ну я не уверена я не знаю вас но если вы часто выставляете посты то у вас просто не хватит ресурса если вы самостоятельно везете блог чтобы каждому посту каждый день писать прям основательный текст которые будут интересны вовлекающие так далее вот поэтому ну сложно вот у меня личных профилей ну два как бы мой лайфстайл блог где о жизни просто рассказываю который у меня уже давным-давно и вот блогер-мейкер инсташкола которая два года почти и мне сложно даже самостоятельно два блога вести потому что и туда нужно три раза в неделю и туда выставлять но но поэтому я привлекаю там у меня есть и копирайтеры и stories maker для блогер-мейкера и художник который рисует посты и это все равно сложно вот поэтому просто смотрите по своей успеваемости так вот спасибо за эфир пожалуйста три роки тому як раз мосфологи но набрала первую тысячу подписчиков но вот опять же да три года назад наверняка это работало когда в принципе любой метод когда он появляется он работает то же самое вот сейчас рилс на на пике как бы популярности поэтому у кого их нету еще подключите вот через ту инструкцию которая stories напишу потому что ну через них если вы там ставите определенные хэштеги еще по теме вашего рилса есть вы будете такие образовательные рилс выставлять как вот допустим я выставляю у меня я их называю рилс советы по инстаграмм коротенькие на 30 секунд быстрые советы по инстаграмм тогда можно набрать и через как бы такой бесплатный метод но вряд ли уже прям тысячу но ну кого то можно набрать а вручную вот мосфоллингом но опять же вручную лучше снять сейчас рилс и потратить на это время чем подписываться и ждать что подпишутся в ответ у каждого метода есть свой срок годности до лайфстайл блог тоже можно было вырастить можно было стать топовым блогером instagram 10 лет назад ну или там если начинать 7 лет назад 10 лет назад если сейчас то уже здесь нужно вкладывать деньги чтобы вырасти наскільки погано че навпаки ставят и хэштег в стористов постах о кстати только рассказала о хэштегах хорошо хэштеги это бесплатный метод продвижения конечно не стоит надеяться только на них для продвижения нужно совмещать и платное и бесплатное но особенно если у вас экспертный блок если вы пишете по конкретной теме то нужно вставлять хэштеги лимитом 30 хэштегов под постом ну редко когда вы прям можете 30 по теме написать лучше вот там ну штук 10 но чтобы они были касательно темы первые там более такие узкопрофильная низкочастотные их называют это там вот у которых где-то до 10 тысяч упоминаний постов в инстаграм ну а дальше можно уже там последнее чуть расширить потом если по смм там если провел с допустим да то сначала там пишем рилз как включить рилз там рилз украина и так далее а дальше уже там можно продвижение инстаграм ну такие более широкие где будет больше но в любом случае добавлять их нужно и клиентам мы добавляем всем но только надеяться на хэштеги тоже не нужно а насчет stories хэштегов кстати по хэштегам stories не отображается поэтому в stories я в принципе не ставлю а под постами да и хэштеги знаете же да можно выносить в комментарии не обязательно в тексте пост описать в конце чтобы они типа не раздражали так визуально а еще классно кстати их прям в текст встраивать то есть допустим вы пишете там сегодня я расскажу о самом актуальном методе и продвижение через инстаграм написать как хэштег и чтобы как бы их встраиваете в текст и не как бы вроде какие визуально прикольно смотрятся и не напрягают вот этим таким прям блоком хэштегов внизу плачу про цифры 4000 или плачу плачу у меня петпы с таким 600 человек активно дылилися а это мы про когда оценивали сколько смотрят охват подписчики в 600 человек активно дылися stories до из 25-40 людей ну смотрите 25-40 это но это где-то пять процентов да ну в целом это конечно маловато для ну чем чем меньше количество подписчиков тем обычно больше вовлеченность о чем я говорила то есть допустим вот когда там 600 человек то по сути stories могут смотреть там и 100 например ну при том если у вас будет уже 6000 то ну тысяча не всегда будет смотреть в stories ну это только если у вас что-то там классное во первых stories сейчас алгоритм работает так что если что-то неинтересное в stories то их сразу ну как бы они сразу не не продвигаются дальше то есть вот первая stories в день должна быть с каким-то стикером реакции там да нет или викторина какая-то геймификация чтобы было интересно иначе вот если первая история зайдет то дальше они в принципе будут тоже нормальный охват получат вот если раньше ну там полу ставят блогу допустим я своему служу ну там у меня было определенное когда спрашивают какая у вас статистика stories там рекламодатели я могла сказать ну там ну пускай там 5000 да и она была была стабильна ну там плюс-минус 500 человек то сейчас если я запущу что-то неинтересное у меня сразу там две тысячи может быть а когда интересно и может быть восемь тысяч и ну то есть вот это она очень таки сильная каруселью очень зависит от того от контента который вы пользуете попробуйте залить ну вот разные голосовалки да то есть изменить как-то ваш контент если вы просто там после вот я связала там новую шапочку например ну типа ок я думаю эти 600 человек это наверняка и какие-то ваши знакомые но не только те кто именно конкретно вязанием интересуются а попробуйте как-то вокруг вязания чтобы это было но ну что-то более на более широкую аудиторию там а связать мне знаете например как вот был тренд у блогеров типа и подписчики решает что мне сегодня делать там что мне сегодня день там то или то там проголосовали и человек то реально и отдел пошел там куда не пойти туда или туда вы можете например вместе с подписчиками связать какое-то изделие и чтобы они прям выбрали из какой пряжи сделать какого цвета а потом вы прям покажете как это будет будете делать им будет интересно следить за результатом потому что они были причастны к созданию его ну в общем я надеюсь вы поняли так и дальше сейчас не так много бесплатных способов продвижения поэтому массфоллоинг вручную кажется самым эффективным на начальном этапе вручную самостоятельно ну вручную конечно лучше чем когда даете доступ там пароль какому-то стороннему сервису но сейчас я вам скажу просто вот я зайду на свой курс сколько я выделяю способов продвижения и их ну не так уж мало бесплатных я имею ввиду может вы просто не все не пользуетесь как-то но опять же только на бесплатные методы не нужно полагаться но например какие это методы это вот я прям смотрю на лендинге вот продвижение без бюджета у нас пятый модуль формирование сообщества это отчасти то что я рассказывала сегодня в первом плане правиле когда вы формируете лояльных людей которые хотят у вас в итоге купить выход в рекомендованное попасть на страницу рекомендации села оптимизация в instagram как и на сайтах есть такое что можно прописать определенные слова чтобы как бы в гугле ваш инстаграм тоже ранжировался и показывался лучше хэштеги геотеги вот даже хэштеги мне кажется лучше чем мосфоллоуинг комментирование блогеров это когда вы оставляете коммент в начало когда крупный блогер в вашей тематике целевой тоже важно когда он написал пост и чтобы чтобы вы попали в первые комментаторы вам нужно подписаться на уведомления и потом когда ну там следующие его подписчики будут читать пост есть такие фанаты которые читают не только пост а и комменты там еще отвечают другим в комментах так вот ваш комент должен выделиться на фоне остальных каким-то быть ну прикольным или длиннее или короче и что вы такое по сути чтобы написали и плюс вас аватарка должна быть привлекательная потому что в коменте видно только аватарка и чтобы люди ведь как бы зашли и через комент заинтересовались вами зашли в блог и соответственно ваш блог должен быть классно оформленным поэтому вот у меня в курсе первая часть это оформление потому что люди сейчас уже не будут вчитываться там искать и где у вас полезная информация им сразу нужно чтобы было классно поэтому кстати у меня на аватарке вот я там блогеродица с ним вам на голове такая нестандартная концепция блога и концепции мы кстати тоже разрабатываем так вот sfs есть но тоже есть такие более старые метод который раньше работал но есть и современные там есть фишка одна марафоны вот как сейчас но есть и бесплатные марафоны где меньше спикеров где не нужно платить за участие а можете и свой организовать как бы кооперироваться с другими блогерами вашей тематики ну блогерами условно с другими профилями вашей тематики рилз вот рилз сейчас наверно на первом месте взаимопиар коллаборации маски дополненной реальности это то что в сторис можете сделать там опять же если у вас там продаете очки например как я рассказывала то можете сделать маску которая не просто там красивее кожу сделает ровнее да а например будет примерять разные модели очков и ну то чтобы человек виртуально мог примерить как бы очки и решить какие ему больше подойдут и купить онлайн потом можно мэрч делать это вот у меня допустим есть такая футболка где у меня блогер мейкер здесь карманчик написан там разные прикольные штуки а типа как у меня в шапке профиля там по утрам здесь молятся постами и так далее можете носить на себе такой можете на машину наклеить о чем там ваш профиль через собачку дальше телепроекты кстати вот очень круто но это больше для лайфстайл блогеров участвовать в реалити-шоу и я не знаю кто туда идет из тех кто не развивает инстаграм ну как бы зачем но реально там с того же например холостяка у меня есть знакомая которая но она дошла правда до финала но из проекта получила 100000 подписчиков живой активной аудитории и после этого начала монетизировать блог вот разные челленджи вести другие социальные сети там тот же youtube допустим я веду тик ток ну это основном фейсбук как бы я просто репост сделаю но короче бесплатный тоже метода вот много это я так быстро перечислила в каждом из них есть и как бы у меня целый модуль на это идет и там ну порядка больше часа точно я об этом рассказываю вот так что так что мосфологи вин их не а самый эффективный так пеша сгиб эмоции юные стани не поняла вопрос так идея stories благодаря так ну вроде как вопрос и все вот мы уже час с вами почти общаемся спасибо за активность я рада была с вами пообщаться сегодня желаю вам продуктивной недели и приглашаю вас опять же к себе на блогер мейкера приходите и бесплатно там получаете много полезной информации я я действительно заинтересована в том чтобы знание которое я даю вы применяли поэтому вот даже на курсе после двух месяцев обучения я даю еще ну там зависимости от тарифа но максимально это целый год поддержки даже после окончания курса потому что я заинтересована в том чтобы наш вот рынок и вообще осведомленности грамотность инстаграм повышалась потому что сейчас все оценивают вас по инстаграм даже если вы личный блок ведете то если вы знакомитесь онлайн люди как бы перед встречей делают определенные выводы от вас как у личности изучая ваши социальные сети в первую очередь это инстаграм а у бизнеса так тем более прежде чем вот может быть например ну там два магазина одежды одна одежда какая-то там барахло из китая но она настолько классно сфотографирована там настолько ну классно ведут вообще профиль что там и цены поставят два раза больше и там будут больше покупать чем магазин с это фабрикой в украине где классно отшивают но просто как бы нет хорошего маркетолога который это грамотно продвинет так что сейчас классно иметь качественный продукт но еще но не то что больше имеет значение нужно и качественный продукт но и настолько же важно грамотно уметь его презентовать что презентация это как бы все да и вам спасибо за эфир все тогда до встречи в блогер мейкере и надеюсь увидимся с некоторыми из вас и на курсе моем все с вами была я лилия бойко пока пока